Звездные актрисы, которых никто не видел молодыми. Кем они были и как попали в кино? Многие уверены, что сделать карьеру актриса может только в молодые годы. Однако жизнь опровергает стереотипы. В нашей подборке биографии знаменитых актрис, которые очень поздно стали знаменитыми. И никто уже не вспомнит, как выглядели они в молодые годы. Татьяна Пельцер. Татьяна родилась в 1904 году. Отец девочки был известным режиссером и актером, у него она училась актерскому мастерству, но профессионального образования не получила. С раннего детства Таня играла в спектаклях отца, однако во взрослой жизни театральная карьера не складывалась. У актрисы немецкие корни. Ее прадеда звали Наполеон Пельцер. Он еще юношей в 1821 году пришел пешком в Россию из Германии. Он мечтал жить в нашей стране, и его мечта сбылась. Наполеон Пельцер основал тут династию, в которую вошла и его правнучка, знаменитая актриса Татьяна Пельцер. Пельцер сменила много театров в столице и провинции. Счастливой сценой стал Московский театр миниатюр. Впоследствии актриса перешла в театр сатиры, где прослужила 30 лет. В 73 года Татьяна Ивановна ушла в Ленком и трудилась там до последних дней. Пельцер исполнилось 50 лет, когда зрители оценили ее талант по заслугам. Это произошло после выхода на экраны фильма «Свадьба с преданным». А потом начался расцвет ее карьеры. Актрису взяли в тираж. Некоторые роли писались специально для нее. «Солдат Иван Бровкин», «Максим Перепелица», «Вам и не снилось», «Формула любви». В этих фильмах роли Пельцер второстепенны. Но сыграла она так, что запомнилась зрителям. И часто ее роли затмевают собой главных героев. Татьяне особенно удавались роли мам и бабушек. Ее персонажи были правдивы и убедительны, несмотря на то, что актриса сама не имела детей. Обаяние, жизнерадостность, оптимизм делали ее любимицей миллионов зрителей. Актриса стала символом неунывающей старости. Умерла народная артистка СССР Татьяна Пельцер в 1992 году в возрасте 88 лет. Анна Фроловцева. Анна, коренная москвичка, с детства мечтала об актерской профессии. И все сразу сложилось успешно. Сперва Анна получила актерское образование в Щукинском училище, а потом покорила театральную сцену. Театральная карьера сразу стала складываться удачно. Актрисе доверяли главные роли во многих постановках. Анна служила в театрах имени Островского, Сфера, Дягилев Центр. Актрисе одинаково хорошо удавались как драматические, так и комические роли. Актриса была востребована и в кино. В ее фильмографии порядка 50 фильмов, причем половина из них входит в золотой фонд отечественного кинематографа. Интердевочка, вокзал для двоих. Вот только роли актрисе доставались эпизодические, иногда настолько мелкие, что ее фамилию не найти в титрах. Сама она утверждает, что это ее не тяготило. Актриса не была амбициозной и считала семью главнее карьеры. Всероссийская известность к Проловцевой пришла в 60 лет благодаря роли Галины Ивановны в сериале «Воронины». Роль получилась настолько реалистичной, что Анну стали называть главной свекровью страны. Сейчас Анна Васильевна много времени уделяет воспитанию внучек, часто встречается с актерским составом, игравшим в «Воронины». Их она считает своей второй семьей. Галина Стаханова. Галина Стаханова родилась в 1940 году и в детские годы пережила трудное детство. Учебу в школе рабочей молодежи пришлось совмещать с работой, однако девушка находила время для участия в драматическом кружке. Галина грезила сценой, но неуверенность в своих способностях мешала ей идти к цели. Для начала девушка стала строить в театре карьеру гримера, затем возглавила отдел снабжения. Однажды приняла участие в конкурсе в студенческий театр МГУ и прошла. Так стала театральной актрисой. Несмотря на отсутствие профессионального образования, играла она хорошо. Евгений Евтушенко был настолько очарован ее даром, что пригласил на роль своей бабушки в биографическую киноленту «Детский сад». Галине на ту пору исполнилось 43 года. Бабушка в детском саду – единственная главная роль Стахановой. Дальше пошла череда эпизодов. Однако простота, добрая внешность и искренняя игра делают каждую роль немолодой актрисы запоминающейся. Стаханова участвовала в таких популярных проектах, как «Кухня», «Воронины», «Универ». Калина Константиновна живет на окраине Москвы, ведет скромный образ жизни, продолжает сниматься и надеется, что лучшая роль еще впереди. Такой оптимизм 80 лет вселяет уважение. И можно только позавидовать позитиву яркой актрисы. Татьяна Кравченко. Татьяна родилась в Донецке в 1953 году. Участвовала в школьной самодеятельности и мечтала о большой сцене. Окончила школу-студию МХАТ. Актерская карьера началась в Линкоме, где служит и по сей день. Актриса очень востребованная и в кинематографе. Восьмое чудо света, предчувствие любви, небеса обетованные. Благодаря неповторимому шарму и неиссякаемой энергии Кравченко быстро стала узнаваемой. Однако по-настоящему звездной явилась роль Валюхи в сериале «Сваты». Обаятельная и непосредственная героиня сразу завоевала симпатии зрителей. Результатом двух замужеств Татьяны стали разводы. Главным человеком в своей жизни она считает дочь. Дочери Анне сейчас 34 года и она не пошла по стопам матери и теперь работает дизайнером и модельером. Людмила Артемьева. Людмила родилась в 1963 году. С детства у нее проявился артистический дар, что и привело ее сначала в студию театрального искусства, а позже в театральное училище имени Щукина. Артемьева – актриса комедийного жанра. Однако ей хорошо удаются и роли в других амплуа. Героини Людмилы харизматичны, близки и понятны зрителям, благодаря чему актриса пользуется заслуженной популярностью. Но так было не всегда. После окончания училища Людмила поступила в Ленком. Она прослужила там 17 лет и ушла, потому что не видела перспектив. Дебют в кино состоялся одновременно с началом театральной карьеры, но роли оказались незаметными. Знаменитой артистку сделал ситком «Сваты». Ее героиня Ольга Ковалева, бабушка-модница, получилась яркой и запоминающейся. Личная жизнь складывалась не так радужно, как кинокарьера. Брак закончился разводом, у Людмилы есть взрослая дочь. Ольга Волкова. Ольга родилась в 1939 году в Ленинграде. Самой судьбой ей было уготовано стать актрисой, вся родня трудилась в театрах и кино. Образование получила в актерской студии ленинградского ТЮЗа, где и дебютировала. Театральная карьера Волковой шла по восходящей, предлагаемые роли становились все крупнее, мастерство актрисы росло. Получала Ольга роли и в кино. Но популярность и у режиссеров не пользовалась. После распада СССР стало известно, что ее фамилия значилась в списке рекомендованных на ключевые роли актеров. Была указана причина отсутствие социального здоровья на лице. Волкова, как королева эпизода, снялась во многих звездных фильмах, таких как «Вокзал для двоих», «Забытые мелодии для флейты», «Небеса обетованные». Актриса отличается тонким юмором, он делает ее героинь обаятельными и неповторимыми. В 2000-е актриса становится востребованной, участвует во многих проектах. Особое место занимает роль бабушки в ситкоме «Папины дочки». 80-летний юбилей Ольга Владимировна отметила пополнением своей фильмографии лентой «Беловодие». Тайна затерянной страны. Весной 2021 года на канале «Россия-1» прошел фильм «Небеса подождут» с участием Волковой. Актриса обрела личное счастье только в третьем браке. В настоящий момент вдова. Имеет дочь и сына, играет в кино, в спектаклях, антрепризах, участвует в творческих вечерах, проводит мастер-классы. Находится в отличной физической форме и уверена, что жить с аппетитом можно в любом возрасте. Чем человек старше, тем ярче проявляется его индивидуальность. Человек лучше понимает себя и умеет использовать жизненный опыт. А в вашей жизни были случаи, когда люди достигали успеха только в преклонные годы. Пишите в комментариях.